Затычка в продырявленном союзе МС-09 оказалась тампоном. 14 декабря 2018 года. Лента Ру. Затычка в продырявленном союзе МС-09 оказалась тампоном. Союз МС-09. Источник изображения. Собака-раскосмософисиал, обнаруженная космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым в ходе выхода в открытый космос в отверстие пристыкованного к МКС пилотируемого корабля Союз МС-09. Ведь затычка является марлевым тампоном, пропитанным герметиком. Об этом сообщил ТАСС-источник в ракетно-космической отрасли. Чтобы ликвидировать течь в Союзе, в августе Прокопьев и Артемьев по указанию ЦЛПА использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в дырку изнутри корабля. Сейчас, во время выхода, когда они, Кононенко и Прокопьев, добрались до дыры, конец этого тампона из отверстия и торчал, сказал собеседник агентства. По его мнению, Кононенко не удалось захватить часть тампона, который разрушился, поскольку за более чем три месяца из наружной части этой заглушки в вакууме полностью испарилась какая-либо жидкость. Герметик и марли стали хрупкими. Источник добавил, что в орсинке частицы пыли и вкрапления, обнаруженные возле отверстия космонавтами часть пробки, отошедшей от корабля при высыхании. Источник не исключил, что на соскобах с металла вокруг отверстия найдутся следы старого герметика, которым было закрыто отверстие до разгерметизации в августе. Взятые в Союзе МС-09 пробы и материалы передадут на химический анализ в ФСБ. Согласно агентству, в ракетно-космической отрасли нет лабораторий с достаточным уровнем компетенции и технического оснащения для проведения таких исследований. Кононенко и Прокопьев обследовали внешнюю поверхность Союза МС-09 в декабре. Космонавты вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, откуда в августе произошла утечка воздуха, а также осмотрели и сфотографировали отверстия в бытовом отсеке. 13 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат. Лентер Рю. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.